Приветствую всех, кто меня сейчас смотрит. С вами снова канал Мир Василия Клочкова. И вот в этом видео я хочу немножко, вот, коротко сказать вам о своей работе 2019 года под названием «Кристалл». Эта работа выполнена на бумаге цвета слоновой кости, потому что такая вот чисто белая бумага. Она меня в этом, ну, касательно конкретно этой работы не очень удовлетворяла. А вот фон слоновой кости особый такой лоск придает работе, особенно графике. Эта работа у меня, так сказать, зародилась еще с, ну, ее корни, да, ее создания идут с тех времен, когда я в детстве ездил на море. Вот, в частности, вот, мои воспоминания в детстве, как я в Крым ездил, в Семииз, там, в районе Ялты, как вот лежал на этом берегу каменным, ну, где не песок, а каменный берег Крыма, то есть горный Крым. Наслаждался морем, вот этот вот замечательный отбиск солнца на бирюзовой воде. Солнце само, как стеклышко такое блестящее. Или, например, мои даже поездки вот в Сочи, в Краснодарский край, в Абхазию, когда идешь по дикому берегу. Это берег с галькой, уходящий вдаль, дикий берег, особенно, Кавказские горы, уходящие в туман. И все это вместе у меня вызвало такое интересное ощущение единения с природой, да, как с чем-то таким первозданным. И в то же время нахождение чего-то еще, что и лежит за пределами этого, чего-то, чего-то именно физического бы сказал. И кристалл в данном случае, он является таким символом связи материального и духовного, таким медиумом, туннелем между субстанцией и эссенцией, как перехода от низшего к высшему. Как онтологическое, да, не то, что вот, ну, в смысле материальное, онтологическое, в смысле еще и материальное, да, то есть онтологическое, оно еще у себя включает. И метафизическое, метафизическое, того, что не обусловлено. И сам подход у меня был к этой работе именно поэкспериментировать это с графической техникой, поработать здесь с внутренней динамикой образа, выраженный в самой графичности, прорисованности, проработанности этого кристалла. И если обратить внимание, в нижнем левом углу я изобразил маленький пейзажик, да, как изображение вот этого вот намека на горы, море, какой-то восход, либо закат. И само чувство, которое это вызывает, чувство вот этого кристалла, вот этого вот тайны жизни, красоты жизни. И работая над этой графикой, я в особенности изучал работы Альбрехта Дюрера, которого я считаю величайшим графиком всех времен и народов. Собственно говоря, на этом все. Хочу пожелать всем удачи и до скорых встреч. Пока.